Любая война заканчивается только одним миром и потерей мужского населения. И вот когда все закончится, женщины прослезятся, подсчитав, сколько мужчин останется на какое количество женщин. И то, с чем борется сейчас Россия, придет с другой стороны. Не со стороны мужчин борются сейчас же против однополой любви, а со стороны женщин. И им хочется, чтобы их кто-то грел. Этими грелками будут другие женщины. Будущее, как сказала Хабибуллина, весьма туманно. Васильев самоуверенный сидит, он нам это, что это такое говорит. А по факту. Потому что их смотреть не будут. Чтобы они там не тявкали и чтобы они там не лаяли, пока идет мой караван. Караван мой идет давно. Мне 63 года. Я хорошо иду по намеченному курсу. И оставляю после себя не горы мусора, а потрясающие художественные проекты, которые играют в разных странах мира. Есть такое слово, которое называется мирная дипломатия. И моя дипломатия идет через мир искусства и через мир моды. И я считаю, что надо пестовать таких людей, как я, а нас всего-то в мире. Пять человек, может быть. И всячески содействовать этим инициативам, которые объединяют людей, а не разобщают. Которые дарят людям мир искусства, мир красоты. То, чего им так не хватает в озлобленном и очень-очень несовершенном мире сегодняшнего дня. Моя семья по материнской линии происходит из Великого княжества Литовского. И девичья фамилия моей мамы, актрисы, бывшая актриса Центрального детского театра и выпускница школы-студии МХАТ, Гулевич. Это старинная польская и западно-белорусская фамилия. И поэтому с детских лет я рос в Литве, под Вильнюсом. В небольшом дачном местечке Павильнис, который был основан в 1912 году моим дедушкой. И этот дом сохранился, а по законам Литвы, где происходила реституция земли, и земля вокруг этого дома, около гектара, перешла нашему роду. Потому что я, например, сдавал генотест. Вот когда вы будете сдавать свой генотест, будьте удивлены, как мало у вас какой-нибудь из тех кровей, на которую вы надеялись больше всего. Вы знаете, потому что мы все полный коктейль смешения различных наций. И просто мы иногда по воспитанию считаем, что мы принадлежим к такой-то нации. А когда разберешь нас по крови, то, может, это совсем даже и другое. Я рожден в России. Получил много образования во Франции. Я себя могу считать французом по паспорту и могу. Во Франции мне говорят, я француз. Но я же понимаю, что я родился в России. Как это важно для меня. Пол своей жизни я прожил в Литве. Что мне сказать, что я литовец. Ну, пускай, говорите так. Это уже, значит, получается, три нации. А когда мы разбираем дальше, мы находим еще. У меня есть и английская кровь, и турецкая кровь. Что я могу сделать по этому поводу? И балканская, боснийская. Я как должен теперь себя вести? Я должен надеть все флаги на себя? Это, погодите, это же неверное ощущение. Конечно, есть титульные, так называемые титульные нации, к воспитанию, образованию которому мы себя можем приписать. Но это вовсе не значит, что наше происхождение полностью принадлежит. Но эта теория близка к тоталитарным теориям 30-х годов. И я не хочу, чтобы мы в 21 веке стали разбирать всех по косточкам, по национальному вопросу. Это ни к чему хорошему не приведет. Вы знаете, вот в свое время, так немцы тоже думали, что вот они арийцы, но я даже узнала так интересно, что арийцы, оказывается, они родом из Осирии. Арии из Осирии. Арийцы – это вообще бывшие вавилоняне. Ну, это как-то, да, мурашки. Погодите, а евреи вообще древнее всех? Иисус Христос был евреем, и что нам теперь делать? Если вы там чуточку не евреи, значит, как? А так, получается, по Библии, что мы вообще все евреи? Так как вообще тут быть? А вообще, говорят, что мы все произошли от неандертальцев. Значит, надо всех в африканцы записать? У нас, говорят, у всех неандертальский ген самый первый. Ну, извините, как нам быть? Я вот против этого. Я считаю, что мы должны жить в мире, что мы должны уничтожить все границы, что мы должны прекратить заниматься национализмом в культуре, и мы должны восхищаться красотой всех стран мира. Поэтому для меня жизнь в Литве – обычное семейное дело. Любовь моего детства, потрясающие музейные условия, где я выставлялся в Национальном музее декоративных искусств в течение 12 лет, а сейчас хранилище перенесено в муниципальное здание в городе Висагинос на полдороги между Ригой и Вильнюсом. Ну, просто говорю, где это находится, рядом с городом Даугавпилс, но с литовской стороны. И у меня очень много выставок всегда проходит в Прибалтике. Вот сейчас даже в этом очень сложном для всех году было три выставки в Литве и одна выставка в Латвии, в Лепе, посвященная юбилею железной дороги. И она называлась «Дорога и мода». Рассказывала о том, как железные дороги повлияли на развитие женского и мужского костюмов в XIX и XX веке. И в Таллине у меня было очень много выставок. Они были в музее Куму, пользовались грандиозным успехом. Это выставки «Ар-де-Ко», это выставки об эпохе кринолинов, вегетарианской эпохе. И также в замке Фаль, Кейя, Йолла, где у меня были прекрасные выставки, посвященные охоте, балам, стилю модерна и романтизму. И сейчас мы готовим новую выставку, посвященную Кристиану Диору, которая впервые в Эстонии откроется из моей коллекции именно в этом замке. Сегодня будет мое выступление в Русском драматическом театре, но я даже не рекламирую его. Представьте, все билеты проданы. Я на аншлагах работаю. Мои прекрасные леди, сегодня удивительный вечер, потому что в одном и том же Русском театре, этажом выше, идет спектакль «Мои прекрасные леди», где я три года назад сделал костюмы. А сегодня я уже здесь с вами, но в подвальчике, гламурном, в гламурном подвальчике, с лепниной в стиле арт-деко, очень красивым. И наша сегодняшняя встреча будет посвящена моде и Голливуду. Это очень интересная, прекрасная встреча. Она будет длиться три часа. Мне это очень приятно. Приятно, потому что востребованность нельзя сымитировать. Очень трудно заставить людей купить билет, особенно если он стоит порядочную сумму денег. Если люди покупают, значит, ему очень хочется. И я собираюсь здесь продолжать и другие выставки. Я вам сказал, что это будет выставка Кристиана Диора. А в Вильнюсе я сейчас работаю с Национальным историческим музеем и готовлю юбилейную выставку города Вильнюса. Они будут отмечать, по-моему, если я не ошибаюсь, 750-летие города со дня основания. И они у меня также просят некоторые уникальные экспонаты для этой выставки на шесть месяцев. Но следующая большая выставка у меня будет в Праге. Она будет посвящена футуризму и моде. И лично я не чувствую никаких притеснений моему фонду, потому что многие говорят, что вот, знаете, русский мир. Может быть, потому что фонд мой зарегистрирован в Литве, а у меня двойное гражданство. И я гражданин Франции также. И может быть, потому что у меня филиал находится в Париже. Может быть, потому что я так много лет работаю и живу во Франции с 1982 года. Я лично не испытал притеснений. Я скажу, что у меня открыты выставки и в России. Но это музейные проекты частного характера, негосударственного. У меня есть потрясающий музей курортной моды в городе Зеленоградской Ленинградской области, который я с частным инвестором организовал и с частным же инвестором в городе Тильзит, ныне Советск, музей, посвященный Наполеону, музей тильзитского мира. Когда эти музеи не связаны с государственными субсидиями, мне получается вот в этом году легче работать. Когда это связано, наверное, с государственными, возможно, есть какие-то ограничения. Но я стараюсь максимально себя абстрагировать от политических событий и скажу почему. Не потому, что я апатичен, а потому, что иначе я не продвину свою основную деятельность. А моя основная деятельность – это история моды. Я очень много лет вел программу «Модный приговор», которая была закрыта по техническим причинам. И скажу секрет, открою секрет, известный всем. Это, конечно, во-первых, те магазины, где мы закупались. Они ушли с рынка. И те марки, которые давали рекламу на канал, чаще всего это была косметика и парфюмерия западного происхождения. Они ушли с рынка. Это не значит, что святое место пустое не бывает, что они не найдут другое. Я много слушал версий. Ну да, сейчас не надо говорить про влияние Франции в моде, не надо говорить про итальянский стиль, про американский, не дай бог, про шотландский стиль. Какой кошмар. Будем говорить про русский. Я согласен. Мы можем говорить и по происхождению сарафана, и кокошника, и валенок, и прекрасных шапок-ушанок. Только это на недельку, а программка ежедневная. Поэтому я считаю, что пока мы эти шоры не откроем и не скажем, что все-таки мода к нам приходит с запада. Порой с востока, из Японии, из Китая тоже приходят, из Турции. Но мы не продвинемся вперед. Это мое личное убеждение как специалиста. Здравствуйте, с вами программа «Модный приговор» на первом канале. Заседание модного суда я объявляю открытым. Я имел грандиозный успех в России из-за телевидения. Я понимаю, это действительно грандиозный успех. Не у всех такой был. И я понимаю, почему. Потому что я говорю о тех материях, которые другие и не могут даже обсудить. Может быть, как-то не вошли они что-ли туда. Потом женщины не станут слушать советы другой женщины. Им надо, чтобы мужчина посоветовал. Представляете, если бы на моем месте сидела бы женщина в модном приговоре, то никогда бы они ее не слушали. Потому что я был в каждом доме с самого раннего утра. И они мне пишут до конца во всех интернет-ресурсах. Все бабушки и все их внучки пишут, что я выросла на модном приговоре. Ну и прекрасно. Я очень этому рад. Я очень этому рад. И с удовольствием продолжаю это делать в меру тех сил, которые Бог нам дает в этом моменте. Вот в этом моменте я в Таллине. Но сейчас меня очень много приглашают и в России на всякие арбитражные конкурсы моды, красоты. Вот недавно я вел неделю моды Вячеслава Зайцева как председатель жюри. И скажу вам, почему. Потому что сам Вячеслав Михайлович очень болен. И Валентин Абрамович Юдашкин очень болен. И дальше остается Васильев. Мы говорим, мы сейчас найдем. Вот знаете, там есть такие жанры людей всегда недовольны. Говорят, мы сейчас найдем. И не из кого выбирать. К сожалению, К сожалению, моя грусть заключается в том, что в России до сих пор нет музея моды, Россия не захотела иметь это, долго я не понимал почему, а теперь понял бояться контактов с Западом, потому что все-таки если мода, мы говорим Диор, если мода, мы говорим Сан-Луран, если мода, мы говорим Шанель, если мода, мы говорим Версачи, если мода, мы говорим Армании, мы говорим тоже, если мода Надежды Петровны Ламанова, мы говорим, если мода Валентин Юдашкин, мы говорим Вячеслав Зайцев, мы говорим Игорь Чапурин, 4, а дальше кто мы говорим, понимаете? Поэтому я за то, чтобы мы были международно открыты к миру моды, и иначе у нас просто никак не получится, как бы мы ни старались жить в такой консервной банке. Скажу вам почему, потому что выпуск тканей в России очень ограничен, материалы привозят все равно из Арабских Эмиратов, из Турции, из Индии, из Китая, не всегда качество, которое соответствует, не всегда, и они все равно не русские, ну да, ну не русские они ткани, а просто одеваться в какие-то условия стиле милитари тоже можно, но это ограничивает возможность и ограничивает женственность, ведь мы все время сейчас боремся за институцию семьи, мы говорим, а институция семьи состоит из мужского и женского начала. Если мы не радуем женское начало, то все они падают исключительно в мужское. Мы же не хотим мужей опасных женщин, мы хотим женственных. Для этого надо постараться. Вот мое мнение. Да, у меня сейчас вышла новая книга, это перевод воспоминаний очень известной актрисы немого кино Полы Негри. Она была полькой по рождению, возможно, скрывавшей свои еврейские корни, потому что расцвет ее творчества в 30-е годы попали на эпоху нацизма, и она находилась в Германии, и вполне возможно, а ее, между прочим, немцы в этом подозревали в еврейских корнях, это было каким-то камнем преткновения, но не об этом книга. Книга о стиле, о том, что она подарила миру моды, и она подарила миру моды очень важную вещь. Красный лак для ногтей. Это она придумала, что ногти у женщины должны быть красными. Почему? Потому что она же вампереса. Я, говорит, когтями сначала разрываю артерию, а потом пью кровь. Я же вамп, поэтому у меня ногти красные. И вот она пришла впервые в Голливуде с красными ногтями. Это было ее личное изобретение, которое повлияло очень сильно на моду до сегодняшнего дня. Книжка эта хорошая, она вышла в издательстве Альпина, простите, она вышла в издательстве Этерна в Москве и пользуется успехом. Другие мои книги, их более 35, очень хорошо разошлись по магазинам и по читателям, по библиотекам. Я готовлю, конечно, что-то другое. Трудно иногда с мыслями собраться, когда новости, как не откроешь интернет, не вполне соответствуют вашим ожиданиям. Я бы так назвала это. Хотелось бы по-другому. Да, у меня есть теперь школа, интернет-школа, и у меня есть выездная школа. Интернет-школа, она онлайн. Это клуб преображения, который находится на телеграм-канале, где я позволяю объединяться русскоговорящим женщинам из всех стран мира. И они записываются ко мне, потому что это лекции о моде, это встречи, это просмотры кинофильмов совместные, это рассказы о современных тенденциях, это новые коллекции, это советы о том, как одеть определенный тип женской фигуры. Потому что все женщины делятся на определенное количество фигур. И эти фигуры требуют каждый раз своего решения проблемы. И то, что подойдет фигуре яблоко, не подойдет фигуре груша. И то, что подойдет фигуре треугольник, не подойдет фигуре песочные часы. Так бывает. Поэтому это надо знать. То, что идет блондинкам, не идет рыжим. То, что идет брюнеткам, не подойдет седым. Надо просто, это тоже цветотиповая форма, которая тоже очень важна, на мой взгляд. И также, о чем я много, чего я много делаю, это выездная школа Александра Васильева. Мы выезжаем в разные страны мира. Вот только что мы были в Узбекистане. Это было потрясающее солнечное впечатление в средневековую историю шелкового пути. Хиваса, Марканд, Бухара, Ташкент. Музеи, потрясающее блюдо, пловы и всевозможного рода, исключительные фрукты, овощи. Все это, конечно, было очень приятно. И плашиные рынки, и антикварные лавки, и шелка, и одежда. И я готовлю сейчас большое путешествие в конце декабря в Калининградскую область. Только для тех, у кого есть русский паспорт, потому что иные не смогут съездить. И также я готовлю для всех путешествие в Индию в январе, куда могут поехать все. И в том числе зрители вашего канала. Потому что им будет это очень интересно. Они зайдут в мой инстаграм. Там у меня уже 1 миллион 400 тысяч подписчиков. Благодаря вам еще прибавятся наверняка. И там есть все мои новости. Что я хочу еще сказать. Я очень верен себе, верен своей работе. Верен своим целям. А моя цель – сохранить культуру. И развить ее. Подарить людям радость, а не горесть. И я абсолютно против всяких разрушений. И разных потерь, которые надо избегать всеми силами. Я хочу, чтобы люди были счастливы. И чтобы женщина нашла то, что она ищет. А женщина хочет только одного – счастья. Мужчина хочет только одного – победы. И поэтому вектор мужских и женских интересов никогда, никогда не соединится. Потому что любая мужская победа связана, как правило, с поражением противника. Это может быть в спорте, это может быть на охоте, это может быть на рыбалке, это может быть на войне, это может быть в питье водки, это может быть в кровати, это может быть где угодно, на бирже. Победа. Согласны? Но это значит поражение кого-то и несчастье кого-то. Женское счастье, как правило, не несет несчастья другим. Любая война заканчивается только одним – миром. И потерей мужского населения. И вот когда все закончится, женщины прослезятся, подсчитав сколько мужчин останется на какое количество женщин. До начала СВО в России не хватало 7 миллионов мужчин. Для того, чтобы быть в равноправии. То есть, значит, 7 градусов миллионников, где не было ни одного мужчины. Теперь эта ситуация очень сильно усугубится. Потому что те, кто отправляется туда, куда вы понимаете, они в детородном возрасте. Это не дети и не пенсионеры. Мы не будем обсуждать количество потерь, потому что пока это не опубликовано. Хотя я знаю эти цифры, читаю тоже прессу. Будет гораздо больше мужественных женщин. И то, с чем борется сейчас Россия, придет с другой стороны. Не со стороны мужчин борется сейчас же против однополой любви, а со стороны женщин. Вот я говорю вам чистую правду. Россия будет страдать не от изобилия нетрадиционной мужской любви, а от изобилия нетрадиционной женской любви. И вы знаете почему? Потому что женщинам хочется счастья. И им хочется, чтобы их кто-то грел. Этими грелками будут другие женщины. Вот хотите – верьте, хотите – нет. Я вам говорю перспективу на 10 ближайших лет. Так как я занимаюсь футурологией и модой, очень многое написал, 35 книг, все, что я сказал, сбывается. И вот все, что я сказал, вы просмотрите эту программу через 10 лет и скажете, а Васильев-то нам уже сказал, что будет стиль женщин «буч». Это сильно накаченные в мужской обуви с короткими ногтями обязательно, чтобы не было больно, с короткими волосами, которые будут татуированы, которые будут командовать. И будут прекрасные фифы с маникюрами, с волосиками в летящем платье, которые будут жить с ними. Потому что мужчин по факту не будет. А если будут – это будут мусульмане. Прогноз такой. Через 60 лет Россия будет мусульманской страной. Ситуация такая – живите, радуйтесь сейчас, не ждите, не думайте о будущем. Будущее, как сказала Хабибуллина, весьма туманно. Это значит крах банковской системы. Таллин – это очень старинный датский город. Мало кто знает, что «таллин» означает «данлин», что значит «датский дом» и «датский город». А потом «дэ» превратилось в «тэ», и город стал «таллином», потом он стал «ревелем», потом он стал опять «таллиным». Это один из самых красивых прибалтийских городов Гонзейского союза. С потрясающей архитектурой. Как романской, как готической, так ренессансной, так и барочной, так и ракальной, так и ампирной, так и стилем модерн. Это город, в котором много ар-деко, это город, в котором очень близка история и современность. Этот город, который держит себя всегда в порядке, в чистоте, в аккуратности, где я люблю очень посещать антикварные магазины и лавки, блошиные рынки, потрясающие, конечно, кафе, уютные рестораны, которые для меня несколько минималистичны. Но, тем не менее, это город множества музеев, потрясающих коллекций, великолепных театров. И здесь, в Русском театре, идет моя прекрасная леди с моими костюмами. Это, да, прочтите, там так написано Александр Васильев. Мне это очень приятно. И я с радостью возвращаюсь в этот город. И я знаю, как много здесь сейчас живет русских. Именно русских, которые приехали в 22-м году. Не русскоговорящих, а русских. И я знаю, что здесь живут очень много знаменитостей. Например, здесь живет мой друг детства, Володя Басов. Это сын актрисы Натальи Фатеевой и режиссера Басова. Не знаю, он работает здесь, по-моему, в мире кино. Здесь, по-моему, живет Артемий Троицкий и много других людей. В свое время здесь жил Игорь Северянин. Он здесь и похоронен. Это великий поэт Серебряного века. Поэтому в Таллине много интересных национальных аспектов. Прекрасные собаки. Отличный выгул для них. И все, кто еще не был, приезжайте. Я желаю Таллинкам быть всегда свежими, молодыми, подтянутыми, аккуратными, модными. Любить. Любить себя. Любить свою жизнь. И уделять внимание радости. Пускай каждый день будет для вас маленькая радость, а не большая горесть. Пскай. По-моему, мы Butk. Продолжение следует...